Всем привет! Дядь Юр дает прогноз на матч шестого тура группового раунда Лиги Европы Марсель Локомотив. В матче пятого тура Марсель проиграл 2-4 в Турции и лишился шансов на плей-офф. Счет получился немножко не по игре. Просто у Галатасарая был его день, когда у команды все залетало и везло. В первом тайме гости забили галешник в свои ворота и дважды засветили в каркас ворот с хозяев. В итоге получили 0-2 к перерыву. В тайме втором Марсель побежал всей командой спасать матч и Галатасарай очень эффективно отыграл на контратаках, добыв победу, которая вывела команду Фатиха Терима в плей-офф Лиги Европы. Локомотив крупно проиграл Лаций, счет был где-то по игре, но если бы хозяева не заработали в начале второго тайма 2 пенальти в свои ворота на ровном месте, то как знать, может быть и смогли бы дотянуть до итоговых 0-0. Худяков был молодцом, потащил два выхода 1 на 1 и вообще отстоял очень прилично. Третий гол Лидесмы был из разряда неберущихся, да и оба пенальти иммобили пробил сильно под самую штангу без шансов для вратаря. Встречаются аутсайдеры группы, которые уже ни на что не претендуют. У Лока идет серия из четырех к ряду поражений, давненько так прошиво не выступали железнодорожники. Правда и у Марселя дела обстоят не намного лучше, если сравнивать игру команд по количеству побед. У Лока их две в последних десяти матчах, у Марселя три, но только два поражения. Еще пять матчей Марсель отпахал в ничью. В последних трех матчах Марсель не забивал более одного гола, а у Локомотива такая серия составляет шесть матчей. Понятно, что Марсель захочет взять уверенную победу за неудачу, как в предыдущем матче Лиги Европы, где он немножко несправедливо сгорел галатасараем, так и за ничью в Москве, где гости должны были брать победу. Весь вопрос в том, как отнесется к этому матчу Локомотив. Будет ли продолжать упираться или же забьет и будет подготовиться к домашней игре с Уфой, где железнодороги крови из носу надо брать только победу. Походу, если каждый из команд сыграет, как она играет в последнее время, тут должна бы быть где-то победа Марселя на 2-1, либо ничья 1-1. Локомотив загрузился тройкой мячей только в игре с Лацо в своей группе. Да и то там счет получился только из-за двух пенальти. Марсель в играх с Лацо и Галатасараем забивал по два гола, но в первом круге французы забили только один гол. Обеим командам в предыдущих матчах в своей группе где-то немножко не повезло, но если отбросить невезение, то фактическая форма Марселя будет чуть получше. Но опять же, у железной дороги хорошие вратари и защищаться Лока умеет, а найти свой шанс в контратаке это запросто. И тут может зайти очередная ничья, которую так любят команды в этой группе. Да и пятая крета поражений для Лока вроде бы как уже многовато. Из связки тотал меньше обе забьют до ничья, самый высокий коэффициент стоит на ничью 5-0-0. На тотал меньше 2-37, на обе забьют до 1-82. Если предположить, что обе команды будут играть без скидок на турнирную ситуацию, то здесь можно брать тотал меньше 3,5 за 1-52. Или победу Лока с форой плюс 1,5 за 1-71. Гости должны бы здесь поупираться, и если и проиграют, то они должны бы с разгромным счетом. Также заслуживает внимание вариант обе забьют до за очень даже неплохие 1-82. Что же из этого выбрать? Ну, наверное, последний вариант, который имеет хороший коэффициент, будет самым интересным. Лока хоть и находится у него в лучшей форме, не часто не забивает в двух матчах подряд. Ну а то, что должен забить Марсель, как-то даже и не обсуждается, хотя всякое бывает. На роль доходного варианта здесь аж бегом пойдет Х2 за аномально высокие 2-99. Но с чего бета Марселю давать такое безоговорочное преимущество в этом матче? Никто не спорит, что хозяева здесь могут выиграть, и шанс на это неплохой, но вряд ли выше, чем 60%, а буки дают почти 70%. Тут дядь Юра с ними не согласен. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы.